1917 год стал важным и переломным в истории России. Вооруженное свержение временного правительства и приход в класть и партии большевиков, провозгласивший установление советской власти, положило начало ликвидации капитализма в Российской империи и перехода к социализму. Эти изменения коснулись и нашей страны. Люди старшего поколения в Абхазии уважительно относятся к истории советского периода, учитывая то обстоятельство, что советская власть позволила Абхазии восстановить утраченную независимость, создала условия для развития национальной культуры. В то же время никто не забывает о тех бедах, которые принес тоталитарный режим. Абхазия была признана как самостоятельная республика. Вы это прекрасно знаете. На алтар нашей свободы, нашей жизни положили головы многие коммунисты Абхазии. Советская власть принесла нам очень много хорошего, но вместе с тем были и черные страницы в истории Абхазии. Как вы знаете, в 1937-1934-1937 год многие наши, которые люди возглавляли Абхазию, все они были уничтожены. К сожалению, от этого мы не можем уйти. В день Великой Октябрьской революции абхазские коммунисты возложили цветы к памятникам Нестора Лакоба, Ефрема Эшба, а также мемориальной доске Николая Акертава. Эти люди навсегда вошли в историю Абхазии как яркие представители революционного движения. Но наряду с коммунистическими идеями на первом месте у видных политиков того времени стояло чувство патриотизма. Абхазские революционеры решали не только повседневные проблемы народа Абхазии, но и важные государственные задачи всего СССР. Когда советская власть восстановилась в Абхазии, подписала Кертава. В это время Нестора Аполлона и Челакоба и Ефрема Эшба находились в Турции по поручению Ленина. И большую роль они там сыграли между отношением Турции и Советского Союза. Эта миссия была доверена им и они с честью с этой миссией справились. Ататюрк тогда возглавлял Турцию, как вы знаете, и они вот смогли вот эту поставленную ими задачу смогли решить. Это колоссальный труд, колоссальные человеческие возможности надо было иметь. Но и благодаря там, что в Турции наша была диаспора, авторитетные очень, авторитетные люди были в государстве, турецком государстве. Через них они вышли на президента Турции и решили вопросы, которые были перед ними поставлены Владимиром Лениным. Абхазский поэт и писатель Терент Чания считает, что Великая Октябрьская социалистическая революция спасла и сохранила культуру абхазского народа от исчезновения. Окончательно советская власть была установлена в Абхазии 4 марта 1921 года. Таким образом, достижение первых поставленных целей в нашей стране коммунистам-большевикам потребовалось почти 4 года.